Я думаю, что мы сегодня не заслуживали поражения по такой игре. Мы неплохо провели игру, но где-то не хватило концентрации ключевых моментов, чему приведло взятие ворот наших ворот. Поэтому по игре, я думаю, что игра была равная, она держала напряжение зрителей и тренеров. Поэтому где-то фортуна улыбнулась сегодня на САФ, и он победил. Какие впечатления оставили на САФ вам? Вы опять компрометирующие вопросы мне задаете. На САФ хорошая команда, вы же знаете. Ну так что, что мне задается вопрос? Что не хватило? Я же говорю, концентрации внимания не хватило. Концентрации где-то вот этих нюансов не хватило для того, чтобы достичь положительных результатов. Как оцениваете, что случилось? А что случилось? В родном мировом футболе? Все тренеры признают поражение и поздравляют за игру. Что-то вы смотрели, как-то вы игнорировали, что ли? Я не игнорировал. Если тренер перед игрой подходит, тебе жмет руку перед игрой. Это нормальная ситуация? А после игры чего? После игры тренер имеет право. Нет, тренер имеет право. Другой тренер расстроился, ушел. Ну, мы видим, везде это так приветствуется. Вы мне вопрос задаете. Я вам ответил. Как не поступает? Как не поступает? Кто не поступает? Вы меня в чем-то... В чем? В чем? Вы меня в чем-то обвиняете? Нет, спрашиваю. Как это не повиняете? Тренер расстроился. Тренер расстроился, ушел. Но вы по футболу говорите мне. Что вы мне задаете вопросы, компрометирующие какие-то? Вы меня в чем-то обвиняете? Говорить, чтобы публику подогревать. Да, я же нормальный человек. В конце сезона мы посмотрим, какое Невчи займет место. И скажем, вот Невчи занял такое место. Ладно, сделаем успех. Спасибо. До свидания.